Предстоит решить областным депутатам лишь этой осенью. А в Первомайском районе тем временем заканчивается строительство важных социальных объектов. Так уже к концу осени здесь должны сдаться новые детские сады и более 10 домов под переселение из ветхого и аварийного жилья. Такая активность на селе наблюдается впервые за долгие годы, отмечают старожилы. Анна Янкова и Сергей Сверчков побывали на строительных объектах. Репортаж из Первомайского района. Второй ребенок, сын Михаил, появился у молодых первомайцев полтора года назад. И в семье учителей сразу встал вопрос устройства ребенка в детский сад. На тот момент в Первомайке работали три дошкольных учреждения, но все они были переполнены. Первый ребенок родился у нас, у нас бабушки сидели. А сейчас второй ребенок, у нас проблема. Как нам быть? Нужно в садик идти. Мы уже встали на очередь, как только он родился. Вот ждем место. Место для маленького Миши и еще 144 юных жителей Первомайки нашлось в этом строящемся детском саду в рамках государственно-частного партнерства с участием средств инвестора и областного бюджета. Работы в соответствии с утвержденным проектом на сумму в более чем 130 миллионов рублей начала в ноябре прошлого года одна из томских строительных фирм. Помимо садика, самого корпуса детского сада, здесь включено еще пожаротушение. То есть это такая сложная довольно-таки система. Своя котельная собственная, тоже по технологиям новой модульной. И теплосеть, инженерные сети полностью благоустройство. Это 11,5 тысяч квадратов детские площадки. То есть здесь целый комплекс, по сути, помимо одного корпуса. То есть здесь целый мини-микрорайон для детей. Данный объект находится, скажем так, в центре нагрузок, в новом микрорайоне, где проживают преимущественно молодые семьи. Второй этаж нового детского сада сейчас уже полностью готов под покраску. Группы, а их здесь будет шесть, оборудованы теплыми полами, системой безопасности и освещением, выполненным по энергосберегающим технологиям. Новый детский сад с художественным уклоном под предварительным названием «Акварелька» будет рассчитан на 145 мест. С вводом его в эксплуатацию в селе Первомайское полностью исчезнет проблема мест в детских садах. В этом году в Первомайском районе активно сдвинется и очередь по переселению из ветхого и аварийного жилья. Федеральная программа с областным софинансированием впервые здесь развернулась так масштабно. Строим из газобетонных блоков с несущими конструкциями из кирпича. Потом газобетонные блоки будут утепляться, отделываться навесными вентилируемыми фасадами с кровлей, с хорошей благоустройством, с детскими площадками. Ну в общем, все будет дом отвечать всем современным требованиям строительных норм. Два трехэтажных дома в Первомайском, один из которых будет сдан уже в октябре. И 14 двухквартирников в районном селе Комсомольском обеспечат новым комфортным благоустроенным жильем более 70 семей. Продолжение следует...